Всем привет, дорогие друзья! Только что вышла 30-я серия Skibe Di Toilet Multiverse. В ней нам показали Глокмена Титана 2.0. Также нам показали, насколько силен Камерамэн Титана в режиме ярости. Он смог одарить Контр-Титана. Смерть Альфы. Серия начинается с того, как Контр-Титан бурит Титана Тивимена. Нам показывают Камерамэна. После выстрела Контр-Титана у него сломалась пушка. Вдруг он ходит в режим ярости. Он взлетает на своем джетпаке прямо к Контр-Титану. Камера Титан начинает драться с Контр-Титаном на равных. И делает несколько мощных ударов. Но Контр-Титан успевает оторвать одну из ракет джетпака. Но они уже взлетели высоко. Контр-Титан достает свою платформу, чтобы стоять в воздухе. И бьет Камерамэна Титана. Контр-Титан хочет выстрелить из лазера. Но из-за магнитной пушки стреляет в сам себя. Камерамэн Титан наносит несколько мощных ударов. Камера Титан берет Контр-Титана магнитной пушкой. Поднимая сначала вверх, а потом с обогромной скоростью они летят вниз. Платформа Контр-Титана тоже падает. Момент смотрит на них. Кстати, мы видим, что у Тиви-Мена не горит ядро, но он всё ещё жив. Поэтому, как я понял, Титаны могут какое-то время жить ещё и без ядра. Камера Титан бьёт Контр-Титана и параллельно стреляет из миниганов. Но вдруг Контр ловит его кулак и протыкает его мечом, бьёт целых 4 раза. Но несмотря на это, Камера Титан заряжает магнитную пушку, поворачивает голову Контр-Титана и прижимает его к земле. А обессилевший Тиви-Мен отрубает ему голову. Голова Контр-Титана падает, кажется, что это победа. Кстати, Камера Титан держится за то место, где его ранили мечом. Но Контр-Титан встаёт, берёт свою голову, ставит её на место и поворачивает на место. И рычит на Титанов. Камера Титан уже вышел из рейдж-мода и отходит назад. Тиви-Мен даёт свой клинок Камере Титану. Камера Титан смотрит в сторону Контр-Титана. И Альфа говорит... Ой, какое эпическое поражение! Я впечатлена! Теперь ты можешь умереть? Нам ещё нужно захватить Землю! Камера Титан смотрит сначала на Альфу, потом поворачивается Контр-Титану и махает головой. И вдруг Контр-Титана втыкается в огромный жёлтый меч. Все лежат просто в шоке. Камера Титан немного опускает руку. Альфа подходит ближе к краю крыши и меч глубже втыкается в Контр-Титана. Меч поднимает Контр-Титаном вверх. Титаны просто в шоке. И тут мы видим долгожданное появление Клок-Мена Титана 2.0. Альфа от удивления даже приоткрыла рот. Клок-Титан эпичной походкой подходит к нам. Мы видим, что теперь у него вместо одной пушки целых три маленьких. Он смахивает Контр-Титана с меча и бросает на землю. И направляет на него меч. От него исходят какие-то жёлтые искры. Альфа говорит. Нет, 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 нет! Контр, активируй свой режим ярости! Контр-Титан встаёт, достаёт клинок Тиви-Мена и молот Камера-Мена. И он разрушает все здания, которые находятся рядом с ним. Порычит и бежит на Клок-Мена Титана. Клок-Титан просто стоит. А Альфа смеётся и говорит. Неважно, сколько бы вы пытались. Всё равно победа будет за... Клок-Титан оказывается за Альфой. Контр-Титан вьёт в воздух и понимает, что Клок-Мена тут нет. Клок-Мен поворачивает голову, и Контр-Титан распадается на части. Его нижняя часть и туловище падают прямо к Клок-Мену, и он протыкает его ядро. Камерамен в это время кидает в Альфу машину, и она падает прямо в руку Клок-Мена Титана. Она встаёт и говорит. Ты не знаешь, с кем связался? Мой мастер заставит тебя страдать! Сверху появляется что-то по типу разлома. И там показываются сначала Дриль-Мен с щупальцами, шеф Клок-Мен и белый Дриль-Мен. И все Дриль-Мены. Клок-Титан сжимает руку и раздавливает Альфу. ТВ-Мен Титан показывает лай Клок-Мену и умирает. Камера Титан смотрит на Клок-Мена, а он подходит и с помощью своей способности времени он полностью восстанавливает ТВ-Мена Титана. Камера Титан в шоке и смотрит то на Тиви-Мена, то на Клок-Мена. Но вдруг взлетают какие-то фиолетовые шарики. Тут вылезает все оружие, которое успел скопировать Контр-Титан. И даже тут есть меч Клок-Мена. Титаны смотрят на все это. Но Клок-Мену восстанавливает время. После этого он смотрит на Титана и разрубает все эти шарики. И включает время. У Тиви-Мена на руке что-то взрывается. Он смотрит на это. Титан Тиви-Мен говорит. После этих слов он телепортируется. Клок восстанавливает пушку камера Титана с помощью времени. После этого камера Титан показывает лайк. Клок показывает жизнь ОК и камера улетает. Клок смотрит на Биг-Бен и тоже улетает. Экран затемняется и наступает ночь. Нам показывают обломки Контр-Титана. И оттуда выползает какой-то маленький паучок. На этом серия и заканчивается. Ну а теперь перейдем к теориям. Я думаю, что то, что взрывалось у Тиви-Мена на руке, это его часы, которые поставили на улучшение. Ну а насчет того, где был шеф-клокмен и остальные дрель-мены. Это что-то по типу рая для агентов, как я думаю. Ну и последнее, что же это за паучок? Я думаю, что этот паук управлял Контр-Титаном. Так же, как маленький скибеди ученый управляет большим роботом. Потому что убивать Контр-Титана в первый же раз, это было бы немного тупо. Ну а всем спасибо за просмотр. Микрофонов был Бразерхуд. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok